Всем привет! Играем в Фазмофобию, Соло Кошмар, Уиллл Стрит, Уолтер Уэст, Горящая Свечка, ДТК РМП, Благовония, Зажец. Let's go! Туман там что ли? Что ли да? Туман на вилке. Это для партии погоды. Партия погоды, кстати, перестала писать комментарии даже. То ли им надоело, то ли они теперь партия, не знаю, что-то другого. Может быть чипсов. Или свеклы. Короче, я, наверное, откажусь все-таки от упоминания погоды, потому что никто больше за этим не следит. Оно мне надо? Вообще не надо. Доска Уижа лежит на месте, ждет. Ждет своего часа. Уижа хорошая вещь. Гораздо лучше, чем вонючие карты Таро. На которые возлагаешь надежды, а тебе выпадает четыре солнца. Или пять колес зеленых. Ну, короче, какие-то такие неприкольные приколы. Не одобряю карты Таро. Но, когда вы в компании, тянете их по очереди, это, конечно, весело. В этом есть какой-то элемент. Рандома. Веселости. Нифига тут молоточные войны. А что с Костю? Два молотка? Всегда были два молотка? Костю не завезли, да? Я уже пахнула. Как всегда. Как всегда, Костю засунули куда-нибудь, где ее фиг найдешь. А как здесь так, блин, молотки упали? Я вообще ничего не слышала. Наверное, потому что я ходила и разлагольствовала на тему Кар Таро. Верное. Два молотка. Ну, хорошо. Два молотка в целом символизируют то, что я и так хотела. Услышать призрак там, а значит и нам нужно туда же. Сейчас мы пойдем там. Видеокамерой посветим. Все посмотрим. Видишь, там какая-нибудь арба. Некая. Или нет. А у меня вообще нет. Это что такое? Двойное взаимодействие? Это где, во-первых? Ну, что? Чего? Девушки отдыхают Ты молодой Ты молодой Ты злишься Ты здесь Ты здесь Ты молодой Ты злишься Дай мне знак Арбу я не вижу А призрак Путь Единственное что Чего он здесь кидается Это либо как бы у него Очень длинные руки Либо он бегает И скидывает Все на пол Как кот Такого призрака Фазмофобии нет Так что Как бы да Немножко как будто бы Самоумалость Близнецовства Но Дело в том что Улик то на Близнецов Нам не дают Поэтому Такое ощущение Что без близнецов Там обошлось А вот нычка У меня в самом начале Все Все вопрос снят Вопрос снят Есть еще нычки В пороховницах И По-по-по Где камера? Где делать нечем? Слушайте, у меня этот дед уже который раз. Я вот записываю 5 где-то роликов, да? У меня вот, по-моему, 4 деда из 5. У меня только этот дед. Мне никто не нужен. Кроме этого деда. Так, видимо, игра решила. У меня столько превьюшек с дедом нет, сколько у меня дедов. Так, свечка еще. Ну, он где-то снаружи, если вот я внутри. Он через меня не может пройти в свою комнату. Из-за этого бесится, потому что я в проходе стою. Люди, конечно, которые стоят в проходах, вообще просто меня удивляют. Я вчера заходила в магазин. Ну, там такая дверь автоматическая, которая просто так открывается по датчику движения. Вот, и там стояли две тетеньки, и они встали вот ровно в этой двери. Причем, что там проход такой, что как бы вот они вдвоем стоят, и они просто блокируют что вход, что выход. Ну, естественно, из-за них двери не открываются, но толку в этом никакого, потому что пройти нельзя. И ты такой как бы думаешь, блин, теть, тети, как бы если вы сделаете шаг назад или шаг вперед, прикиньте, вы не будете стоять в дверях. Не знаю, у меня просто, я если как бы где-то там останавливаюсь, если мне надо там встать где-то поговорить, да, у меня, ну вот, я не знаю, где это рождается. Это здравый смысл, или это воспитание, или что-то такое, но я, типа, я не могу стоять на проходе. Я всегда, я первым делом смотрю, и такая, типа, вот, надо сделать так, чтобы люди могли проходить. Может быть, это, наоборот, плохо. Может быть, те люди, которые как раз стоят и загораживают дорогу, они довольно цокают и считают, что я терпила, раз должна. Расшаркиваться перед другими, освобождать им путь. Но мне кажется, это правильно. Я бы хотела, чтобы мои дети делали точно так же. Несмотря на то, что, может быть, им это не поможет в жизни. Блокнот. А двойка ни на что сейчас была, да? О, двойка ни на что. Тут ни у кого нет двойки ни на что. Значит, это была двойка на дверь. Иван, а как? Отстань, пожалуйста. Слушайте, мюлинг? Дед, отвали. Отвали, все, ухожу от тебя. Дед, отстань. Дед, отстань. Иван. Дед, отстань. Ну, некоторые раскидывания были, на мюллинга не очень похоже, но демон ли это? Неожиданный, конечно, поворот с полтердемон мюллинг. Вообще не думала на этих пацанов. По атакам, в целом, столько гост-эвентов было, что я уже подсаженная, то есть там не стоит ориентироваться на демона, не стоит ориентироваться на то, что это ранняя атака, она не ранняя абсолютно. Ну, давайте дорожку сделаем полтеровскую. Ну, я, блин, не знаю, на вилке очень сложно делать полтеровские дорожки. Быстро у нас атаки начались. Ну, давай, иди сюда. Я тут. Он идет. Ой, ну летит все кардинально, конечно. По полтеровски. Если честно. Очень красиво все летело. Вон, смотрите, все просто разлеталось сток в путь. Давайте сделаем дорожку, конечно. Еще. На всякий случай. Но мне кажется, она не нужна. Слишком уж все летит. Ну, хорош. Так, пусть полежит. И нормалек. Ну, по-моему, прям разлет был полгрузский. Кидался он в знак. Секундочку отвечу. Коллеги. Призрак не дал пообщаться. Тоже мне, блин. Ревнивец. Собственник. Говорит, будешь общаться только со мной. Ни с кем больше. Боже. Боже упаси. Холтер Уэст. Хотела сказать, вон он все тарелки смел со стола. Вот же эти тарелки. Это я их смела со стола. А вовсе не полтор. Ну что, пора бы уже. Дверь открыта. Закрывай. Молодец. Слух, зайц. Ку-ку. Ку-ку. Сюда иди. Хорош. 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 Ой, ну все летит. Ну смотрите, как все летит. По-моему, все летит просто великолепно. Отстань. Все. Победа одержана. Сейчас я выпью таблетки. Еще раз пробегусь по дому, посмотрю кость. Но кажется, что она куда-то завалилась. Он даже не лезет. Еще одна таблеточка. Мне кажется, что она где-то в этом самом, в порожке застряла, как у нас на стриме тогда. Кость, кость, кость. Выходи. Здесь я уже все осмотрела, пока пряталась. Так, давай гараж. Будет потом посмотреть, где же была кость. Когда тут все закончится. Под доской. Так, здесь что? Ничего. Здесь что? Здесь все раскидано. Как будто ураган тут был. Катрина. А это всего лишь полтор наш. Просто гулял. Даже особо как бы и не старался, да? Понимаете? Я не вижу. Смотри, в ступеньках. В ступеньках кружки. А куда он блокнот унес? Если я вот так сфоткаю блокнот, это считается за взаимодействие? Запись в блокноте, ясно. Хорошо. Ну, может, там где-то кость? За коробками? Ай! Во-первых, фиг ли ты так разогнался? Ну, чувствую, сейчас будут у нас очередные игрища. Ты дверь закрыл за собой? Молодец. Очередные игрища в комментариях. А-ля найди кость. На записи. Хотя, судя по всему, ее нигде нет. Очень странно. Ну, ладно. Опять Дикей не доложил кость. Так, лопату сюда. Полтергейста мы выбрали. Все сделали. Кость не нашли. Сейчас посмотрим, где она была хотя бы. Чтоб нам иметь некое представление. Насколько мы не туда смотрели. Смотрели. Так. Статистика. Кость. Right Storage Room. Ну, я так и думала, что где-то. То есть, это прям в комнате призрака она была. Так что, чат вам задание. Пересмотрите, посмотрите, где в комнате призрака могла быть кость. Возможно, за теми коробками, на которые я как раз указала. Спасибо большое всем, кто смотрел. Не забывайте про комментарии, про лайки, про колокольчик. Если хотите поддержать канал, ссылка на нашлиерс, а также бусте в описании под роликом и шапке канала. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok